Всем большой привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Хочу поговорить на такую тему, как боязнь родов, боязнь беременности, боязнь самого факта становления матерью. Я очень скептически отношусь к тем женщинам, девушкам, которые боятся беременности в связи с тем, что она ополнит, в связи с тем, что она оставляет после себя эстетически неприятные глаза, дефекты на коже еще где-то. Я не уважаю таких девушек, которые подобным образом рассуждают на эту тему. Я все-таки считаю, что здесь немножко приоритеты должны быть расставлены в другую сторону. Я, наверное, начну говорить с того, что я никогда не боялась самого процесса родов, я никогда не боялась беременности. Я расскажу поподробнее, расскажу с самого начала, что в то время, когда я уже как бы знала, откуда появляются дети, но при этом я не так была осведомлена в этой теме, я боялась рода беременности по одной простой причине, я боялась того, что меня будет тошнить постоянно. Я вот действительно была очень маленькая, это единственное, чего я боялась, я никогда не задумывалась о том, что рожать больно или что-то. Я всегда боялась того, что меня будет реально тошнить. Со временем этот страх ушел, естественно, это был просто глупый детский страх. И последние годы, когда я уже стала девушкой, я начала понимать, что я не боюсь родов. Я боюсь вмешательства врачей. То есть я боюсь кислоросечения, я боюсь стимуляции родов, или, я не знаю, каких-то препаратов, которые пытаются внести нам в кровь. Вот этого я боюсь. Почему? Потому что я доверяю природе. Я доверяю только природе. Я считаю, что если природа распорядилась так, что женщина должна родить ребенка, должна стать матерью, и никто более, значит, знаете, это то же самое, что мы дышим, мы, я не знаю, кушаем, мы видим, слышим, точно так же мы должны рожать женщины, дорогие. Я считаю, что, например, то же самое кесарево сечение по собственному желанию, это очень плохо, и я не думаю, что в этом есть какой-то плюс. Если природа задумала так, что мы с вами должны испытать эти в какой-то степени муки на себе, значит, мы должны это сделать. И если вы доверитесь природе, то тогда она не сделает вам плохо и больно, и очень страшно, и во вред. Самое главное для меня – это то, что я помню всегда, ради чего я испытываю какие-то муки. Муки – это слишком громкое слово для меня, потому что, ну что, сначала мы испытываем, может быть, тошноту, испытываем какую-то головную боль, сейчас я испытываю одышку, у меня болит подреберье, у меня иногда болит желудок, у меня бывает просто ЖКТ как-то хандрит. В общем, такие проблемы, которые доставляют неоспоримый дискомфорт, конечно, но я же знаю, почему это происходит. Я же знаю, почему случается так, что иногда я чувствую какую-то боль или дискомфорт или что-то. Очень много моих подруг постарше меня или моей ровесницы, у них один вопрос, как бы, а рожать не боишься, а растяжки, а то, что грудь обвиснет, а то, что ты пополнишь, а то, что то, все, пятое, десятое. Для меня это вообще не аргумент, потому что я считаю, что ребенок, который оказывается у нас на руках после того, как мы его рожаем, это то, ради чего стоит жить, это то, в чем смысл моей жизни, для моей семьи, это главное, главная функция репродукции. Я действительно считаю, что это то, ради чего стоит работать, ради чего стоит поддерживать свое здоровье, ради чего стоит, в принципе, быть добрым человеком. Все это ради того, чтобы производить потомство на свет. Я не могу просто... Я снова получаю какое-то очень пессимистичное видео, но... Потому что, когда мне говорят о том, что вот боятся, ну, хорошо, те, кто боятся самого этого процесса беременности и родов в том числе, я повторю, я скажу еще раз, что самое главное всегда помните, что природа так задумала. Раз так должно быть, значит, все будет хорошо. Я действительно считаю, что если пустить все на самотек, то есть если естественным путем ко всему этому подойти, то тогда можно быть просто уверенным, что так должно быть, так изначально было заложено, задумано. Так должно быть. Женщина должна рожать, должна вынашить ребенка. В свою очередь, конечно, периодически я чувствую страх. Страх в тот момент, когда мне становится плохо, например, да, у меня ужасное самочувствие, и как-то, конечно, я чувствую себя очень плохо, и мне хочется плакать, и вообще не знаю, мне кажется, что я не справлюсь, я не знаю, как-то это все, это меня пугает все, это весь процесс, это того, что внутри меня ребенок, и все. Но это минутная просто такая вот слабость, такое колебание. Что касается родов, конечно, чем ближе роды, тем страшнее мне становится, но это страх не перед болью, а страх перед неизведанным. Потому что я никогда не рожала, это мои первые роды, я не знаю, что это такое, что. И, конечно, можно послушать, начитаться, посмотреть, кто, как и когда, и через что. Но все равно, пока мы не испытаем это на себе, мы не сможем с вами понять, что это такое. Как правило, беда приходит тогда, когда женщина не контролирует себя, когда паника начинается, когда она не может тебя взять в руки, когда она не слышит никого и ничего, и думает только лишь о том, что ей больно. Надо думать о том, что человечек, который появляется на свет, ему еще больнее, ему еще хуже, ему тяжело. И чем дольше женщина тянет эту резину, в общем, там, своими криками и бесполезными совершенно какими-то упреками в сторону всех, врачей, родственников и самой себя, чем дольше она этим занимается, тем хуже потом это сказывается на ребенке. Я не могу привести вам каких-то аргументов и каких-то способов, как перестать бояться. Со мной по жизни идет очень классное качество, которое я в себе очень люблю. И это такое качество, благодаря которому в любой ситуации, которая происходит со мной в жизни, плохая, очень плохая, я всегда стараюсь искать позитив. То есть, не важно, что со мной происходит, всегда во всем, в любой беде, в любой горесть можно найти положительную сторону. Да, может быть, кто-то мне сейчас скажет, ой, нет, вот ты на моем месте, вот побыла бы, ты бы так начала говорить. У нас в жизни случается очень много разных неприятных ситуаций, и всегда надо понимать, что за этим идет хорошего. Не надо зацикливаться на плохом. Если говорить о беременности, то не надо зацикливаться на том, что беременность – это сплошной токсикоз, вечная боль и все. Я стараюсь думать о том, что беременность – это шевеление, это новая жизнь внутри тебя, это что-то невероятное. Это крохотные ручки и ножки, это маленький носик, ротик, это все такое, понимаете, это все свое, это появилось из вас, и это невероятно, это просто какое-то, я не знаю, таинство, которое случается внутри нас. Вот, вот в чем прелесть беременности и в чем прелесть самого процесса становления мамой. Поэтому просто есть люди позитивные, а есть люди негативные. Вот, если вы хотите стать мамой, но боитесь родов и боитесь беременности, то, естественно, необходимо стать позитивным человеком. Это единственное, что, в принципе, может помочь, потому что важно понять, в чем суть всего процесса, важно понять, насколько это важна роль женщины на нашем мире. И если вас успокаивает фраза, что все смогли, и вы сможете, то хорошо, если так. Существует масса таких фраз, которые действуют на массу, и на кого-то они реально действуют. Сейчас куча средств. Если вы боитесь боли, в конце концов, да, панически боитесь боли, ну, можно обезболить. Конечно, я ни в коем случае не говорю о том, что это хорошо. Я очень крайне негативно отношусь к обезболиванию, к, в принципе, родам посредством ножа. Но если вдруг боль – это единственное, чего боитесь, то лучше обезболить, чем вообще не стать мамой. Для меня эта вот тема, она достаточно абсурдная, что ли. Я не знаю, как может, в принципе, женщина думать, в первую очередь, о себе, а не о ребенке. Ну, я не знаю, мне вот это чуждо. Я сторонник того, что это наша главная в жизни цель и задача, это то, ради чего мы живем, и поэтому мне, наверное, как-то проще к этому относиться. Благодарю вас всех за просмотр. Я надеюсь, что кому-то я облегчила участь будущей мамы, кому-то, может быть, и как дорога об стенку. Ну, в общем, я верю в то, что большинство женщин на планете согласны со мной, и да. Увидимся очень скоро. Пока.